Современники, а вслед за ними и исследователи, долго утверждали, что Иоганнес Брамс ничего не понимает в органной музыке. Основание к этому дал сам Брамс. В то время как европейские композиторы-романтики создают монументальные звуковые полотна для этого величественного инструмента, Брамс сочиняет 11 скромных оральных прелюдий, будто бы застряв во временах Баха. И все же тот, кто считал, что орган не играл никакой роли в жизни Брамса, был абсолютно неправ. Своё 60-летие Брамс встретил в лучах славы, в достатке и спокойствии. Но судьба была не так добра к великому композитору, как окружающие его люди. Один за другим умирают его друзья и близкие, оставляя вокруг него все большую пустоту. А в мае 1896 года он получил известие, которого одновременно и ждал, и боялся. Умерла Клара Шуман, главная женщина в его жизни, та единственная, которую он когда-либо действительно любил. Он так и не успел в последний раз заглянуть в её глаза. Спешно приехав из Вены во Франкфурт, он смог лишь бросить гор с земли в её могилу. А возвращаясь домой, уже знал, что он будет сочинять. Вскоре появились 11 хоральных прелюдий для органа соло. Иоганнес Брамс вырос в Гамбурге, где в церкви всегда звучал прекрасный орган. Однако никаких сведений о том, что этот чудесный инструмент интересовал будущего композитора, не сохранилось. Всё изменилось, когда 20-летний Брамс переступил порог дома супругов Шуман. Роберт и его жена, пианистка Клара Шуман, урождённая Вик, были страстно увлечены музыкой Баха и его органными сочинениями. В этом их поддерживал и Феликс Мендельсон. О нём не случайно говорили, если Бах – это Господь-Бог, то Мендельсон и его пророк. Брамс стал близким другом семьи Шуман. При этом он оказался во власти раздирающих его чувств. Он преклонялся перед гением Роберта и при этом испытывал страстное чувство к его жене Кларе. Шуман был нездоров. Душевная болезнь привела его в клинику для умалишённых, а Иоганнес Брамс стал настоящей опорой для Клары. Помогая систематизировать библиотеку Шумана, он обратил особое внимание на его органные сочинения. Позже он узнал, что Клара когда-то брала уроки органа. Ведь она так мечтала о том дне, когда её мужу станет лучше, когда они вместе отправятся в церковь, и там она сможет исполнить для него, Роберта, его органные пьесы. Вернувшись в Гамбург, Брамс нашёл в музыкальном магазине небольшой орган и тоже начал учиться. Он поставил себе цель овладеть инструментом в совершенстве, чтобы гастролировать вместе с Кларой. В это же время он создал и пьесы для органа. Первую органную фугу он послал Кларе на свой день рождения, вторую – в день рождения Роберта. Брамс так увлёкся органом, что его друг, известный скрипач Йозеф Иоахин, благодаря которому он и попал в дом Шумана, в шутку назвал его «Господин, подающий надежды церковный органист». Он был недалёк от истины. Действительно, впоследствии Брамс нередко принимал участие в концертах как органист, исполняя сочинения Баха, Генделя и Моцарта. Иногда он даже осмеливался дописать к их сочинениям органную партию. Партия органа появилась и в его собственном шедевре – немецком «Реквиеме». В июле 1856 года Роберта Шумана не стало. С его смертью надломилось что-то и в отношениях Брамса с Кларой. Он продолжал ей помогать, ведь на руках вдовы осталось восемь детей. При этом он навещал её всё реже, а их письма, те, в которых они не говорили о музыке, часто были полны взаимных упрёков и обид. Со временем страстные чувства улеглись, но глубокая связь двух музыкантов продолжалась более 40 лет. Брамс заводил романы, и дело не раз доходило до помолвки. И всё же в решающий момент он всегда предпочитал остаться свободным. Единственной в его жизни продолжала оставаться Клара. Теперь он её лишился. Вместе с ней в небытие уходила его молодость и воспоминания о лучших днях жизни. О времени, когда он, наверное, единственный раз по-настоящему любил, и когда он, так же, как и его возлюбленная, учился играть на органе. Именно эти звуки зазвучали в те горькие дни в его душе и заставили взяться за перо. Для своего цикла из 11 органных прелюдий он выбрал известные хоралы. Почти все они связаны с темами смерти, вечности и покаяния. И почти ко всем из них обращался когда-то великий Бах. Иоганнесу Брамсу оставалось жить ещё около года. Во время работы над прелюдиями у него проявились явные признаки тяжёлой болезни. Его дни были сочтены. И всё же 11 хоральных прелюдий Брамса – немрачный надгробный памятник Кларе и самому себе. Это тёплое, сердечное прощание с жизнью, последний взгляд на красоту мироздания. В сумрачные тона окрашен предпоследний хорал. Всем сердцем я стремлюсь к блаженному концу. Вслед за ним наступает просветление. Последний хорал «О, мир, я должен тебя покинуть» звучит светло и торжественно. Лишь эхо говорит нам о том, что гений стоит на грани миров, и мир земной становится для него лишь отзвуком грядущей жизни.